Перед началом драфтов первой карты я вспоминал, что эти две команды, команды, за которыми мы с вами наблюдаем, друзья, за зиму встречались аж 8 раз. Это была девятая карта, ну вернее, не 8 раз встречались, а 8 карт друг с другом сыграли, это была девятая, и в данный момент Форс ведут со счетом 5-4. Если Хеллрейзерс продолжит тенденцию, которую они пытаются начать на первой карте, то они уйдут по результатам сегодняшнего дня с абсолютным паритетом. И будет счет 5-5 между этими командами, вполне возможно, что так оно и произойдет. Как бы то ни было, узнаем, когда драфты появятся на наших экранах, а я уверен, что произойдет это очень скоро. Это хорошо, это очень приятно слышать, что скоро. Очень приятно, спасибо. Я просто не люблю вот это на пространные темы всякие разговаривать, понимаете. Это же неотъемлемая часть нашей работы, Ярослав. Да, вы что? Ну да, да, да. Если вдруг вы еще не заметили, за то время, пока вы с нами. Только по теме. А Шерфорс... Вам не что сказать по теме? Конечно. Это две команды. Выдающихся, скажите, да? Два коллектива из СНГ, которые сочетают в себе сплав из опытных игроков, так же, как и молодая кровь присутствует. Да, например, в одной команде играет Гибкий, в другой Гилгир, как бы это молодняк наш. А также старперы, в одной фанник, в другой ванскор. Как у нас в аналитике с вами. Да. Как и есть. Вот. Понимаете, это лучший симбиоз, который может родить, понимаешь, коллектив, коллектив, команда. Звучит как речь, которую вы для форума для какого-то подготовили, Ярослав. Вот если бы организации приходили друг к другу и вот так вот представляли, вот что им подобное можно было бы сказать. Как-то раз меня позвали на TED, знаешь, TED. Да, конечно. TED-толог, да. Замечательная штука. Меня позвали, я подготовил что-то подобное и написал им, что не приду. Прекрасно. На самом деле я сразу написал, что не приду, потому что сказал, что за фигня. Я говорю, я захожу в YouTube, открываю YouTube и там TED, и там умные люди говорят. Ну, говорю, вы меня видели? Что я могу сказать умного? Вот, поэтому я сразу отказался. Вот, ну и правильно сделал. Зачем тратить время людей? Ну, ладно. Зачем я... Ну, блядя, действительно. Ну, ты понял. Зачем тратить время людей, когда мы сейчас, по сути, только этим не занимаемся? Это в этом было... Да, да, да. Ну, ладно. Все понятно. Неважно, это не шутка. Ну, да. Вот, о чем и речь. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы драфт начался, именно чтобы можно было, конечно, по теме говорить, а то я начну опять опускаться, если не сказать, что опускаться, во всякие вот эти вот свои вот истории, которые уже... Посуждения про СНГ? Да. Уже оскомину набили не будет, да? Уже скоро, я скоро буду встречать этих игроков, они уже не то, что здороваться не будут, а сразу бить меня начнут. Ну, а вот у нас есть человек, которого это абсолютно не заботит. Мы все еще вот... Кто-то высказывал, знаете, за кадром мнение, что во всех интервью, которые мы выпускаем, когда ходим общаться с игроками, все очень сильно пытаются сглаживать углы. И этому есть абсолютно логичное объяснение. И мы думали, ну, появится ли такой человек, который будет готов прийти и чисто в лицо, по фактам, вообще без какого-либо сомнения, любой абсолютно вопрос задать неудобный, который поставит собеседника, ну, в такое двоякое положение. И все абсолютно сошлись во мнении, что таким человеком должен быть Дмитрий Лайт оф Хевен Куприя. Да, но есть одна проблема. Никто, скорее всего, никто из адекватных игроков не даст мне интервью. Это правда. Каждый мне откажет при первой возможности. Я бы не дал. Вот именно. Ярик говорит правильные вещи. Но мне кажется, ты какую-то полную хрень спросишь. Вот какой первый вопрос бы ты спросил, например... Умипошки. Умипошки. Ну, например. Вот он сейчас задрафтит. Вот он сейчас прям. Прямо сейчас? Да. Давай. Давай, что задрафтишь? Такой вопрос был бы? Я сейчас думаю. Нет, подожди, он думает, что ты спросил. Думает. Когда ты задаешь вопрос, ты обычно думаешь. И, соответственно, первое, что я спросил импошку, это кто у них бог драфта. А именно, если сделать формулировку, то, ребята, вы понимаете, что вы играете на самом деле ужасно. В прошлой игре вы просто набирали много-много опыта, вы ничего полезного не делали, но вы тащите только потому, что кто-то у вас хорошо пикает. На кого молиться, кого нужно побыстрее выкупить из этой организации, чтобы он попал там, не знаю, в Na'Vi, в Virtus.pro или куда-то еще, потому что, ну, реально, пикер их тащит. Пикер просто играет в пас. Мне не нравится, мне не нравится, как ты задаешь вопросы. Мы возьмем чела, который спрашивает, как вы долетели. Да, как вам турнир, там, опикируйте все вместе. Ну да, ну... Это лучшие. Вот вы же лучшие. Нам вот этого вашего не надо. Вы шутите на эту тему, а, между прочим, такой вопрос из раза в раз задавать, это тоже определенное искусство. Его же нельзя задавать каждый раз одним и тем же текстом. Какой вопрос? Ну, вот, типа, как долетели, как дела, вот это все. Не надо задавать этот вопрос, в принципе. Нет, у этого вопроса... Нет, чел, чел. У этого вопроса суть... И чел, послушай меня, чел. Нет, сначала ты меня. Ладно. У этого вопроса суть не получить какой-то... Неплохо. У этого вопроса суть не получить какой-то вразумительный ответ, а просто размять собеседника. Он как бы... Понимаешь, предварительные ласки, как говорил Юрий Вдуть, предварительные ласки работают на тех людей, которые не понимают, что это предварительные ласки. Опытный ответчик, он, естественно, поймет, что ты задаешь ему водянистые вопросы, ему будет скучно отвечать на подобные вопросы. Хорошо, замечание справедливое, но сколько у нас в киберспорте людей, у которых вот этот опыт отвечания достаточно большой, чтобы они поняли, что... Мало, Дмитрий. Вот о том и речь. А, я вспомнил, что хотел сказать. Драфты начались. Нет, чел, чел. Я пытался. Чел, да. Этот вопрос вообще имел смысл, конечно, как вы долетели, так сказать, вот, знаешь, лет 10 назад, когда реально непонятно. Реально было непонятно, как добрались до турнира. Типа, вот, например, нас бы спросили, как добрались до турнира, а мы начали рассказывать историю на полчаса, как мы сели в тачку в Москве, которую мы назвали Рэпмобилит, поехали в Макдональдс, купили там Биг Маков, посадили Макса Нирвану за руль, и он 12 часов хреначал, типа, вот так вот под рыбак, и так мы приехали на Старладдер. Мне Серега Смайл рассказывал нечто подобное, когда в Казахстан летали. Он ехал с нами, а не, это другая история, как мы летели, приземлились в Караганды, сели, взяли две машины в аренду, поехали, тысячу километров до Алматы, да, вот это были времена, а сейчас ты что, ну, говорит, захожу я в свой бизнес-класс, сажу свой зад в, понимаешь, кресло, так и долетел. Да, поэтому, Дмитрий, предварительные ласки нужно тоже уметь делать, и такие вопросы, они, ну, они отталкиваются. Я потом у вас, Дмитрий, мастер-класс по предварительным ласкам возьму. Да, формулировку за 5-6 секунд, уж простите. Потому что нужно уметь импровизировать. Импровизировать в нашей стране умеет, дай бог, там 1% в лучшем случае. 1%? Дай бог. Нет, разговоры про один. Это тот самый? Подожди, ладно, меньше 1%. 1% фаник. Меньше 1% в нашей стране, в принципе, умеет импровизировать. Вот как. А как ты, это статистику подвел какую-то? Нет, я, в принципе, из того, что я вижу, почти все делают в записи. Да ты ста человек не знаешь, чтобы статистику подвел. Я знаю многих уважаемых ютуб-блогеров, которые все делают свои трансляции в записи, потому что в записи все делается намного лучше, где подготовлен человек. Вот смотря, это игра, кстати говоря, тоже в записи. Но давайте, пожалуйста, драпты. Это игра тоже в записи. На самом деле все думают, что это лайв, на самом деле это запись. Нет, все так. Поэтому мы очень легко предскажем победителя опытка. Давайте, следующий пик. Здесь победили Форс. Окей, следующий пик. Да откуда я знаю? Здесь победили Форс. Нет, этого я не знаю. Нет, там Абадон будет. Абадон? Да. Смотри. Ага. Смотри, Абадон будет. И щит закинет. Абадон будет. Сейчас, смотри. О-о-о. Я играл в записи. Вот. Но дальше не скажу, потому что неинтересно будет смотреть. Да, все верно. Сам понимаешь. Идеальное подтверждение слов Ярослава. Я не понимаю. Добавить нечего. Вот. Ну, кстати, и победили. Победят Форс. А, это я зря сказал, тоже неинтересно. Но зато 1-1 будет. Эх. Ну, короче, пока вообще странно, что они этого Абадона оставили. То есть непонятно, почему они забанили Энчатрос. То есть чем конкретно им мешал Энчатрос, когда на лицо видно, что два героя контрят весь пик. Это Оракл и это Абадон. Они оба снимают Лассо, они оба снимают Коррозив Хейс. И мидгейм сейчас полностью за Форсами. Они в салатень месяц. Энчу чересчур боятся, мне кажется, команды на самом деле. То есть Энча очень неприятный король. Я прекрасно понимаю, почему ее банят. Потому что вот я говорю здесь, что Энчу все боятся. А можно не бояться. Но, например, мы сами садимся играть. Сейчас у нас там КБУ мы поиграем, какие-то туричи там типа. По фанчику, но все равно как бы мы садимся. И первая вот мысль. Слушай, что забанить? Ну, в самом начале Тедарта не понятно, что банить, правильно? Вот у тебя первый бан. Что забанить? Ну, забанить что-нибудь противное. Ну, что там противное? Ну, и ничего. Вот, ну все. Так она и в баны попадает. Потому что она герой противный, как ни крути. Но вообще она не настолько сильная, имхо, чтобы ее постоянно банить или постоянно пикать. Потому что она клевенькая, но... Но она не настолько ультимативна, как об одном данном пике. Который просто выносит вперед ногами весь пик. Она в принципе не настолько ультимативна, как куча героев, которые могут что-то сделать. Энша — это герой напряга. Она приходит на линию, кидает тебе импедус. Это противно, да. Тебе нужно больше хилов, ты можешь сильнее линию проиграть и все такое. Но на этом моменте частенько заканчивается. В принципе, ее полномочия на карте. Ну, а играть там, скажем, мидгейм, лейтгейм против какой-нибудь Инчи, у которой, как правило, это какая-то пятерка какая-то там непонятная. Как правило, у нее, ну не знаю, форстаф. И на этом закончились предметы. Ну, не очень сложно, честно сказать. Она просто умирает. Как в прошлой игре, ее морф там в итоге убивал за три удара. А вот и Doom. Знаменитый, словами, Doom. Между прочим, видимо. Хотя, кто знает. Все еще может пойти троечкой. Да, может. А потом многого делать не надо. То есть, может, тут даже на пятерке поиграет. Просто кидает фиды. А, тут и будет пятерка. Вот. А Никс, естественно, ну, пока он более-менее против бэтрайдера. Никс остается, но он довольно-таки неприятен карапейсом. И остается Doom, который просто будет, ну, как бы выбирать, куда ему идти. Ситуация такова, что лейт уже за форзами. Соответственно, если Ашеры сейчас возьмут что-то такое более лейтовое, то Doom отправляется на троечку. В центр отправляется какой-то еще один кор, который увеличит шансы лейте для форзов. И вот тогда будет сбалансированный пик. Но, если сейчас Ашеры пойдут ол-ринить, что, естественно, делать не рекомендуется данными героями, то Doom может пойти и в центр, и на сложную линию еще одного героя. И на самом-то деле интересно. Во-первых, интересно, что Никс, который был взят типа на ФП или около того, он контрит весь пик там практически. А еще интересно, что, я сейчас понял, у Холл-Рейзерс-то вообще непонятно, кто... Ну, то есть... Короче, есть модификатор... Тут бэтрайдер с ломит, видимо, и четверка с лордар. Короче, так к себе. Короче, есть модификатор Коррозив Хейс, который пока не реализуется ни одним физдопейсером. Когда у тебя есть сильный модификатор, там, минус 20 броней, нужно, чтобы кто-то бил, жаль, на два героя. Там какой-нибудь Шаду Финт и еще кого-нибудь самым сверху, чтобы они били вдвоем. А сейчас пока ни одного героя нет, соответственно, у Слардера проблемы. Слардер реально не понимает вообще, зачем он нужен в этом пике. Не хватает Холл-Рейзерс, короче, судя по всему, кэрри. Вот как раз вот этого героя. И он обязан вышки бить, он обязан... Он много чего обязан делать. Он обязан много чего делать, да. А он, получается, просто получает дум, в него бежит тролль и конец. Много в доте керри, которые дума не боятся? Медуза. Я думаю, у них будет медуза. Потому что, честно сказать, когда ты взял такой драфт, только медуза может все исправить. Ну да, типа ультимативный корр, который может попробовать. И то наличие Никса-ассассина, оно уже смущает медузу. А, да, кстати, Никс здесь не смущает. Прям вот Никс, он... Про Никса-то я и забыл, а он опять здесь. Он во все времена был очень крут против медузы. Это правда, да, это правда. И, да, медуза действительно против Никса может пострадать. Да нет, Никс здесь вообще как-то... Вот он просто... Его потому многие сейчас и банят, что он очень многие пики... Хармит. Ну, очень сильно мешает куче героев, короче. Он режет металл героев. А вот его типа взяли они, ну и как обычно, если ты уж отдал Никса, тогда ты просто не берешь этих героев. Но они взяли и Бэтрайдера, это ху... Ну, как бы Никс против него, это самый его главный враг почти. Дарксир, это Никс тоже один из его главных врагов. Ну и на самом деле, вот даже Рубикс с Лордаром не супер сильно рады против Никса играть. Что Карапас везде. К сожалению, он на тебя нападает. И Медуза тоже Никсом подзакрывается частично. Ее как бы не хочется брать. Ну, другой, понятно. Их два. Медуза и Алхимик, да, это второй. Его просто... Никс якобы не контрит, хотя и ему противно. Потому что на самом деле, вот, любой герой, который не может контролировать свой урон, исходящий, ему очень противно против Никса играть. То есть Никс в любой, в любой вообще момент времени просто забанит Алхимика. 4 секунды с лишним вот этот контроль по КД. Да, ну то есть где угодно лежит эта поляна, даже не говоря о Радике, который тоже наверняка будет. Вот просто в поляну он туда заходит и станется наш уважаемый Алхимик. И это очень неприятно. Тут таких три героя. Дарксир с его щитами, Бэтрайдер с его этим фэрфлайем и Алхимик с его тучей. Всех Никс станет. Но поправьте, если я ошибаюсь, никогда же не бывает такого, что в игре складывается ситуация, когда все пять героев натыкаются на этого Никса и все, на этом игра заканчивается. Ну типа кто-то один, там трое будут испытывать проблемы, но не все сразу. Они все будут испытывать проблемы, да. Окей, я понял, хорошо. Драфт слева. Ну в общем драфт слева, справа какой-то дикий перефарм должен произойти, чтобы ребята справа что-то снули. Я на левых парней. И я на левых. Ладно, посмотрим коэффициенты, друзья, от наших партнеров по рематч. Думал я, как пошутить на эту тему, но про левых и правых лучше не шутить. 3.05 на Force, 1.35 на команду Hellraiser. Не забывайте 100% на бонусе к первому депозиту, который дарят наши партнеры по рематч на этом турнире. Подробности в описании нашей трансляции. Кликайте на баннер, и там вы все обязательно найдете. Ну а игру для вас по-прежнему комментирую Джем и Майлшторм. Передаем им слово и наблюдаем за второй картой этой серии. Удивительные вещи просто. Невероятные происходят. Вот представляешь, Никс на ФП. И всю команду. И ряд героев, да, которых он контрит. Это как вообще вышло, господа драфтологи? Драфтолог был пьян, возможно? Ну не знаю, опять же. Или воздух кончился. А, нет, это у другой команды. Это у другой команды, да. Это у другой команды. Непонятно, что произошло, почему. И что у нас в итоге прогноз на 1-1. Причем я давно не помню таких дней, когда аналитики вот так вот просто уничтожают команду еще до начала. Да и не только. Я не помню дней, когда Димон как бы две игры подряд говорил, что какая-то из команд проиграет или какая-то победит. Как правило, бывало, что в серии он одну карту называл, а потом я не знаю. И опять же, мы как-то не подкалываем Ласта за его какую-то там неуверенность. Нет, скорее просто мы говорим вам, что Дмитрий очень жесткий аналитик. И он дает свой прогноз только когда видит четкий расклад. И здесь расклад максимально четкий. Ну, короче говоря, да, в прошлой игре отличный пример был. Аналитики были за Ашеров. Ашер проиграли начало, почти потеряли сторону, но все равно выиграли, потому что драфт их был сильнее. Здесь что мы видим? Ну реально, Никс. Никс это просто жесть какая-то. Вся команда. Рубико тяжело будет кастовать. Алхимик будет страдать. Дарксир страдать. Бетрайдер страдать. Это вообще три, можно сказать, антиконтрпика. Антиконтрпика. Да и Слардар тоже. Вот он, ну Никс подбегает в Карапасах, и что, и Слардар не может дать стандарма. Да мы вчера видели, насколько плохо Слардару вообще живется в последнее время в доте. То есть особенно, когда против него есть хорошие герои. Потому что, как раз-таки, опять же, это НС говорил, что Слардар на первой стадии не должен появляться, потому что его закроют. И он появляется, его закрывают. Но у нас вчера была, опять же, для тех, кто не смотрел, а многие из вас не смотрели, у нас была вчера игра, где Слардара взяли на тройку. Он был плох на тройке, поэтому команда ничего не нашла лучше, как передвинуть его на единицу. И где, ну то есть Слардар был плох, а его сделали еще и кэри. И там творились такие вещи страшные, что просто не в сказке сказать. Чу, Чу, кстати, очень круто играл на Клокверке, и в сомнениях нет в том, что он хорошо исполнит. Так, у нас передвигается Фаник на топ. То есть, получается, снизу поставили обсерверы. Все посмотрели, все увидели. У нас тут единица Слардар. Да. Как раз о котором мы и говорили. Ну, здесь он не так плохо, как в той игре. Но, тем не менее, да, это единица Слардар, действительно. Нет, там, чтобы вы понимали, там просто была легионка, которая стояла против него на линии. И это был... Ну, и там была ситуация, когда Слардар вообще крипом не подходил. То есть, у него явно был недофарм на линии, он вообще ничего не делал. А здесь, кстати говоря, против Слардара Абадон. То есть, опять Слардар единица, которая киридает свой Коррозив Хейз, и его просто снимают одним с пылом. У тебя кэри, ультимейт свой просто не может кинуть нормально. Да. Это вся фишка героя как бы сразу исчезает из игры. Но шанс остается, если Алхимик засноуболится. Вот этот вот Алхимик под Сурджом на диком сноуболе. Супер-дайминговый Радик, супер-дайминговая БКБ, никаких других артефактов БКБ. И под Сурджом полетел. Потом кирасу добавляешь и просто ломаешь лицо. Но что будет, если тайминг немножко не срастется? Кстати, Войт Спирт этот гибкий. Ну да, кстати, гибкий пока неплохо так начинает. Уже 7 крипов имеет и потихонечку начинает избивать Ксани. У Ксани пока по крипам 4 всего. Как называется оружие Войт Спирта? Алебарда какая-нибудь? Она двухсторонняя. Нет, полиарм, скорее всего. По-моему, полиарм. Двухсторонняя какая-то такая штучка. Нож для масла. Пускай будет нож для масла. В роли масла. Двухсторонняя. В роли масла алхимик. Ну, посмотрим, как дальше будет. Да, алхимик действительно вначале мягкий, как и масло. Но, кстати, здесь, посмотри, гибкий нет. Очень хорошо. А против алхимика работает щит от физики. Потому что у алхимика весь урон физический. Туча. Бамка. Ну, и здесь, в принципе, ничего особо интересного нет пока. Здесь просто фармят. Наверху там также борьба у нас идет за крипов, я так понимаю. Отводики там начинают потихонечку делать рубик. Здесь Чу пытался просто помешать. Видим, что уже моноберн прокачан. Фаник по КД без мана остается. Но мангусики уже ему летят. Да, до сих пор, конечно, вспоминаю, опять же, The International. Вот эту вот чудесную игру, где Чен стакнул весь лес в один момент одновременно. И алхимик в итоге на 11-й минуте вынес Радик. И это в решающем матче на The International. Да, это, конечно, было очень жестко. Но здесь уже видно, что немножко не такая игра. Потому что нет такой свободы действия у HR. Они просто не смогут ходить. Вот если Рубик уйдет, Чу пойдет, посмотрит, что он там стакает. Ничего не даст застакать нормально. К тому же Рубик не Чен. Рубик не может стакать такое количество лагерей одновременно. Ну, крипстаты у Радиант хорошие. Слардар мне больше всего интересен. Вот этот молодой человек. Как вообще керри Слардар себя? Я вчера что-то, не знаю, полез читать Дота паблики. Я не знаю, зачем я это делал. И наткнулся на кучу мемов, что типа вот этот вот, все там постят. Слардар шестью муншардами, что там килл любого. Ну, мы-то с вами находимся не... Ну, это в паблике, может быть, вот на нашем рейтинге такое сработает. Но здесь не должно так работать. Да даже так не сработает. Потому что тебе не дадут бить одного... Конечно. Персонажи есть. Да, и мы видим, что здесь ситуация пока у Слардара очень печальная на линии. Дум имеет 14 крипов, Слардар всего лишь 7. Всего лишь 7. Ему просто не дают фарм. И самая большая проблема Слардара, как опять же было неоднократно замечено, это то, что в лесах ему крайне тяжело что-то было. Ой, из стана вышел внезапно БСЗ. Да, здравствуйте. Еще Мипошка получает Инфернал Блей. Здесь не удалось забрать Курьера. Мипошка горит. Его сопровождает Ванскор. Но мувспида у Мипошки побольше, конечно. Ну, слушай, мне очень много востят времени, нет? А, вот оно. А, замедление. Замедление от БСЗ, да. И Мипошка погибает. Первая кровь. Ванскор забирает. Но действительно там уже не хотелось дальше бежать. Хорошего крипа нашел себе. Дум замечательный. Между прочим, кстати говоря, с этим крипом уже получается 2 героя, которые снимают Коррозив Хейст с Лордара. И на месте Никса. Ну, это... Это прям... У нас уже в Бинго есть драфт, как бы, проигран. Игра проигран. Хотя, не знаю. У нас там была игра проиграна, это, ловушка Джокера, когда игра... Драфт такой, что и в начале, и в конце плохо. Первая игра не совсем про это была. Да и вторая тоже. Потому что, все-таки, если перефарм будет у Ашеров... Ну, пока драфт Форза очень хорошо работает. Мы видим, что внизу БЗЗ фармит. Наверху также себя неплохо чувствует... Получается, тролль, у которого там 23 крипа уже имеется. Ну, кстати, вот нападение на Дума. Но под Тавр, конечно, давить не лучшая идея, мне кажется, для Мипошки здесь. Да-да. Он понимает, это прекрасно отступает. Ну и на центральной линии, там, кстати, у Алхимика могут быть проблемки, потому что подключился ванскор, но нет, кстати, они уже далеко. Ну, тут подбанили, спот... И вот важный момент, еще баунти-руны против Алхимика. Нужно как можно больше забирать. Да, три штучки забрали, спот подбанили. Чу, там еще и Гилгира распополамил. Каким-то образом, не знаю, каким... Гилгир, видимо, без хп вообще находился. Странно. Ну, возможно, тролль там еще помог. Не уследил. Ну и, в общем, пока что три героя в топе. Слардар вообще не знает, что ему делать в этой игре. Алхимик, понятное дело, вырывается вперед. Но это же Алхимик. Это даже не Морф. Если про Морфа мы говорили, что он вырывается вперед, то Алхимика нужно делить на двое всегда в таких ситуациях. Да, он и должен существенно вырываться вперед, опять же. Даже если он будет вровень идти с какими-то корами, этого недостаточно. То есть он должен хорошо фармить в этой игре. Там Курьера подрезали, тем временем, немножко забрал. За счет Варда он его выследил. Ну, это все. Ну, кстати, мы видим, начинает потихоньку смещаться уже в сторону лесов. У него тут приятные, достаточные крипы. Кстати, Големы, которые сейчас разваливаются еще на маленьких. Еще дополнительное золото. Лучшие два спауна, то есть один спаун много крипов. Ну, ответочка. Курьерами Пошки подрезают. В общем, Големы раз... А, вот тут сюда, кстати, пришел Гибкий. И у Гибкого, между прочим, есть Астрал Степ. Ну, один он вряд ли заберет. Нужна какая-то подкрепа бы. Но вот в идеале Чу, возможно, придет. В это время внизу Дракова, Аскор прожимает стики. Щиток на себя накинул. Отлично. Выживает. Башек прокает по БЗЗ. И БЗЗ рискует погибнуть прямо сейчас. Да, БЗЗ погибает. Ух, как башем здесь накормил Никс. Ну да, такие штуки Слардар проворачивать может. Скажем так, только за счет этого данный герой хоть сколько-нибудь может сейчас помочь Ашерам. Но, опять же, это пока. Эффициент от нашего партнера Париматч. Стрим наверху, а снизу под ним баннер. И удвоение первого депозита по этому баннер по переходу. Ну и, собственно, мы видим, что Корзе супер-мега-фаворит. Да, и мы видим, что периодически в центре там находится Никс Ассасин. В это время побежал глубоко в лес сейчас Гибкий. Гибкий активирует ДД. И, я так понимаю, сейчас, возможно, что кого-то заберет Ксаня. Да, буквально один удар остался ему, чтобы его забрать. Но Ксаня убегает отсюда. Душилово уже идет на такой ранней стадии. Настолько тяжело. Вот Коррозе в Хейс. Ну, Дум даже ничего не делает с этим, потому что он не находится под атакой. Он в любой момент может задиспелить. Все, Душка пошла. Алхимику даже в лесах не дают нормально фармить. Так, мипошка третьего левела, возможно, сейчас будет сюда. Нет? Не будет возможности. А, у него он даже не прокачивает. Тогда ясно. Ну, сюда приходит Ванскор. Тоже на помощь на всякий случай. Там в это время наверху бегает Чу. Опять же, с другой стороны, тушит этого Ксани, чтобы не фармил тут ничего. В это время внизу Никс нападает на БЗЗ, но там уже Тавр. И под Тавр, конечно, давить не хочет. Слардар. Ну, не может он с Коррозе в Хейсом напасть на этого Дума, потому что Дум постоянно это все диспелит. И очень неприятно. Хотя, правда, сейчас Дум просел. Так, Ксани. Как же неприятно Ксани. То есть, он очень хочет здесь все это пофармить, но постоянно ему кто-то мешает. Так, сейчас ему... Ой-ой-ой, не попал под копом Чу. Он не смог попасть под копом. Бывает. В это время внизу нападение на Ванскор. Ванскор погибает. Это еще один фраг для команды Ашер. 2-2. Ну, Чу здесь, конечно, ему не хватало мана, хотя у него есть 5 стиков. Он мог, на самом деле, наступить в лужу, нажать карапас и сделать все красиво. Но в любом случае, он прогнал Алхимика. Да, 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 да. Как много фарма здесь, врывается гибкий, все это дело зафармено, еще и брошечку выбили. Как приятно. Вот что самое главное. Он прогнал Алхимика, Алхимик, возможно, Алхимик потерял даже больше времени, чем если бы он умер, потому что он бежал на базу, на базе стоял регенился, потом возвращался, этот фарм он отдал. В итоге 8-40. Так, внизу нападение на БЗЗ, но рядом есть Ванскор. Ванскор, правда, стянули под стан, но он все равно в любом случае спасет тиммейта. Фанико теперь проблема, и Фанико отправляется в таверну. В ощущении, что когда увидел он, что вытянул Абадона, понял, что не по шансу, пытался убежать. Слардар тут же развернулся. Ну, пока все складывается так, что Форза здесь вот-вот и перехватит инициативу, вернее, захватит ее окончательно, потому что нижняя линия потихонечку уступает, сверху там тролль вообще абсолютно спокойно стоит, то против Дарксира, то против Бэтрайдера, а Алхимика душит. Страшно. Причем мы понимаем, что Алхимику нужно много фарма, а вот Войт Спириту вначале достаточно иметь хороший уровень. У него еще даже вот первый спелл не вкачет, то есть еще не такой крутой ловец. Но скоро появится, да. Фармит очень хорошо здесь, конечно, гибкий. Лопата тем временем достается команде Форза. Мы видим из леса, что он не может не радовать их, потому что... В идеале бы, конечно, чтобы лопата не досталась еще команде Ашар. Лопата хорошая арта, его можно всегда носить и постоянно перекладывать. Да, и подловили. Вот о чем и говорила наша студия аналитики. Фанник здесь подловили на Крапейс, его начинает избивать, вакуум, стенка, но Фанник вроде бы отбился. Тем временем внизу забрали Ванскора. Опять многострадального Ванскора, и еще Аванпост захватывают, получат Экспу у нас, Ашара не получат Экспу в Короза. Чуть-чуть-чуть здесь тоже подставляется, и погибает. Фанник делает фраг. Ну, как-то безалаберно действует, конечно, и вот это нападение, и тут не доиграли, и Ванскор погибает, и на Аванпосты не вышли, и баунтируны сейчас отдали. Честно говоря, отрезок прям не очень хороший, но этого мало для команды. Внизу снова Драка, и снова забирает БЗЗ. Да, за счет вот фрагов, конечно, вначале Никс не дофармливал, но вот фраги наделал, и мы видим, что Нетфорс его растет неуклонно, и скоро догонит, опять же, своего оппонента по роли. Абсолютно расхлябанная игра от команды Форс. Экспу упустили, деньги упустили, фраги наотдавали, и это шанс. Опять же, самое главное, если у тебя умирают там три героя за короткий промежуток, это значит, что Алхимик получает какое-никакое пространство. Идет Дивард еще для Алхимика, опять же, снимается с энтри, и вот команда Ашер. Рубик нам собрал щит, ну и мы видим, что средний Нетфорс, но только сейчас выровнялся, да, до среднего показателя. Он подтягивается хотя бы к среднему показателю, это уже не так плохо. Как бы и Рэдденс будет не такой уж и плохой по таймингу, сейчас посмотрим, когда он его дособирает, но вообще там минута 14, это нормально. Да. Дум возвращается обратно на линию, здесь уже минус армор залетает от Слардара, замахивается Ник с угрожающим станом, конечно, но не дает его. Так, ну а здесь выход на Мепошку, я так понимаю, или на кого? На Фаника, на Мепошку. Мепошка, Мепошка Фаник, Рапейс, поймали мистера Бэтрайдера из-за медления от опориков, в это время Ванскор погиб, но это не так важно. Постыднее вроде как фраги, хотя нет, в принципе, Бэтрайдер такой же на Творце имеет, как и Ванскор. Да, Ванскора там уже раз за разом убивают, но продолжается агрессия на нижней линии, Дум диспелит себя броню, вот пошел наконец-таки Дум, Дум украл Рубик, и сейчас можно попробовать дать его в ответ. Динает? Нет, не успевается, динает здесь Рубик, Рубика подкопали, и Рубик тоже отправится в таверну. Успевает дать Дум? Ну, по-моему, выживет Никс, в любом случае у нее там достаточное количество АКП. Стоило сразу давать на Дума и пытаться его там заковырять, но да, выживет, определенно выживет. Должен, должен выживать, да, конечно. Зеленый Дум, прокачанный Арканом Рубиком, опытный Рубик. 6800, Алхимик, продолжает отфармливать, и за счет вот этой нижней линии все вроде бы выравнивалось, но теперь нижняя линия тоже нафидел, но опять же, из-за того, что нижняя линия отвлекает как минимум этих двух героев на себя, получается так, что... Так, ну-ка, Бэтрайдер, Лассо есть? Да, есть Лассо, и, похоже, БЗЗ поехал в таверну на этом Лассо. Хотя сюда приходит Чу на подмогу, не попадает подкопом, но попадает Крапейсом, но это не спасает БЗЗ. И Чу теперь тоже под минус армором и тоже погибли. Ау, у них с даблкилл. Как же плохо сейчас сыграли. Вместо того, чтобы отдать Дума, отдали двоих, да и Дума отдавать не надо было. Алхимика опять никто не трогает, хотя нет, на самом деле его трогает Войт Спирит, но на самом деле Войт Спирит теряет тоже достаточно много времени. То есть, да, Алхимик фармит медленно, но Войт Спирит зачастую не фармит ничего. Ну вот он пытается просто приходить в лес и забирать фарм именно Алхимика, крипов, который должен был он зафармливать. Алхимик 7500, Войт Спирит 5000. Это нормальный для Алхимика разрыв. И Рэддинс будет вот-вот готов. А, вот буквально осталось так, да, фармит. Чуть-чуть. Совсем внизу выход уже на Тауэр идет от команды Ашер, потихонечку ломает Т1, а в это время в миде. Форзе хотят, я так понимаю, забрать также Т1 Тауэр. Ванскор зашел вперед, у него есть ультимейт. Паник, увидел Ванскора. Ну и здесь уже и Рубик пришел. Все-таки хотят, хотят забрать очень Т1, но здесь позиция неплохой Чу, но его увидели за счет свежего сэнтри. Чу, что там своровали у него? Виндетту своровали, Чу прожал Карапейс, неплохо подловил здесь сейчас Никса. Банка не самая лучшая залезает, конечно. Ну и вроде как отступают. Да, отступают у нас Войт Спирит. Никс побежал до конца, топорики от Тролля. Тролль под минус армором, пока что вакуум по троим. Неплохая стенка, кстати, от Дарксира. Но щиток от Абадона решает все проблемы команды Форзы. И Форзы отступают. Как же долго за ними просто гонятся здесь. Летит банк от Алхимика. Очень хотят забрать Тролля, но у Тролля есть ультимейт в любом случае. Он еще какое-то время поживет. Я слышу Лассо, и на Лассо подловили Войт Спирита. Есть подкопа. Чу, неплохо. Войт Спирит пока что живет. Успевает уйти на Астралстепе. И нужно убегать. Да, он убегает. Еще Курьера забирает. Все побежали в обратную сторону. Вторые Карапасы залетают уже. Все, Никса забирают буквально с двух ударов. Никс поднимает Дума. У Думы есть ультимейт. Закончился ультимейт от Алхимика. Но Никс несется вперед. Нужно диспелить срочно. Диспелить себя, но получает банку. Получает банку, да, погибает под минус армором. Теперь нужно убегать в Анскору. В Анскору имеется, конечно, тоже ультимативная. Вот она активируется. Но его, видимо, тоже не отпустят здесь. Потому что есть бодиблок, есть подкоп ворованный. Отлично, минус три. Вот оно, набегание с этим Алхимиком, который получил свой Радиенс. Какой-то невероятный фит устроили Форзы. И сейчас этот фит еще усиливается. Теперь Алхимик будет бежать дальше и дальше. И сейчас Алхимик будет зафармливаться. Блэк Кинг Бар. И с Блэк Кинг Баром под Дарк Сиром остановить его будет просто невозможно. Так, где-то Рубик, да. Подловили здесь. Не, молодец, конечно. Но посмотрите на него и посмотрите на Химика. 9400 уже. Что здесь было? Так, я слышал очередную баночку уже. Откупоривает Ксани здесь. И готов врываться наверху. Да, очень быстро забирает БЗЗ. Выбивает Ничокой. Ну, знаешь, как это? Шампусик открыл. Тараску делает. Вот интересное решение. Мне бы сейчас хотелось снять гарнитуру, пойти послушать наших аналитиков. Или, может быть, они как-то по этому поводу выскажутся. Но вот сколько игр не комментировал, каждый раз все приходило к тому, что ну вот он решил купить эту Тараску и... Ну ладно. Не, ну быстрая Тараска, мне кажется, не самый плохой вариант. Да понятно. Это все с этого и начинается. Быстрая Тараска не самый плохой вариант. А потом оказывается, что БКБ-то тебе дает... Вообще Никс ничего не может сделать, если ты в БКБ. Да, тут с другой стороны, я смотрю, в жадность выходят Форзы. Баттл Фьюри появляется у нас для Тролля. Тролль, кстати, здесь загулял до Таверной или нет? Ультимейт прожимает он неплохо, но есть Лассо. Есть Башек. И Тролль, скорее всего, сейчас погибнет. БФ против Алхимика, это интересно. Особенно, когда ты уже отстал по темпу. Очень много надамажил Никс. Прямо скажем, что получилось какой-то мега-импакт. Вот опять же, мы вчера комментировали катку. Стоял Легионка против Слардара. Слардар ничего сделать не мог. А здесь Абадон и Дум с Сатиром, которые диспелят вдвоем этот Амплифай. Так, а у нас тем временем Гибкий. Здесь попытались на нее напасть, но он успевает убежать. Ванскор рядом, да, с щитом, который спасает его также. На четыре героя уже в миде находится от команды Ашер, но Гибкий пока что под хостой. Да, пока не получается что-то противопоставить этому Слардару. Хотя мы говорили вначале, что есть чем снимать. В защиту как бы Ксани, я сам на него напал. Скажу, что у него реально такой темп, что даже с Тараской будет тяжело. Но с Тараской есть шанс. Может быть он Тараску делает, потому что там Дум и как бы БКБ. Тебе все равно будет не так полезно. Так, ну что, Дум здесь. Так, Жабадон здесь. Разбили Смоук. Чуть отправляется вперед. Сейчас, возможно, через комбинацию спеллов удастся кого-то подцепить. Под ними Пошка летает. Наворованный ремн от Рубика, да. Прикольно. Так, ну уже все готовы. Дум побежал вперед. Замахивался Думом. Не успел его вкастовать. Рубик сворвал землю. Пока что подцепили его из Спирита неплохо. Гибкого. Там хороший Карапезь прожимает Чу сейчас. Но Дум очень быстро погибает. Не успев вкастовать в ультимейте. Здесь просветка. Погоня продолжается за Никс Ассасином. И Никс Ассасином тоже заберут. Минус два. Рубик там в это время погиб. Но это не так важно. За Ванскором здесь погоня от Никса. Дистан. И похоже... Похоже в таверну Ванскор. Ванскор так приплывает. И Алхимик уже несется. Но... Да, неплохо зашли. Вроде как вырубили Рубика. Но... Карапасы были прожаты так, что Алхимик себя не подстанел. Конечно, оптимальным было нажать Карапасы на Химик. Застанеть его. Потом застанеть его еще импейлом. И не дать ему выкинуть банку. А в итоге Алхимик просто ворвался. И порезал все и вся. Так, ну-ка Дум снова. Ну слушай, Алхимик здесь сейчас за наглость может поплатиться. Потому что есть ТБшки сюда. Я слышу где-то Лассо от Бэтрайдера. Увозит там кого. Это у нас там пока что Войт Спирит развлекается. Войт Спирит все еще живет. И, кстати, возможно, развалит сейчас лицо Фаннику какому-нибудь. Сам бы он не развалился здесь. Ну, не знаю. Тут Ванскор на помощь уже пришел. С щитом неплохо. За мипошкой погоня. Рубик что-то ворует. Но что-то, по-моему, Войт Спириту лучше отступить. На таких плохо ЭП. Астрал Степ. Но у Рубика недостаточно будет урона. Для того, чтобы пробить под щитом. Поднимает воздух. Откидывает назад. Ставится Астрал Ремнант. Эзер Ремнант. Эзер Ремнант. И Рубик дотикает, скорее всего. Да, на всякий случай. Гибкий идет все-таки по Тавр. Забирает Рубика. И сразу же его захиливает себя. Плюс залетает еще захил дополнительная Твансфора. Хорошие минус два здесь сделали. Ну, пошло у нас фристайла. То есть и Алхимик теперь загулял. И его забрали. И Рошан тут же падает из-за того, что Алхимик загулял. И потом еще где-то с Рубиком. Но могу отметить Гибкого. Гибкий все-таки раз за разом. Он отвлекает двоих на себя. Постоянно вырезает где-то этого Рубика. Вот что ни говори, а он в этой игре ошибался по минимуму пока что. Не будем забывать, что в первой игре он тоже не ошибался. Пока не отдал игру с смертью своего медведя. Посмотрим, как будет здесь. Да, ну и Тролль мы видим с БФ. Начинает набирать тоже свой Networx. У него уже все неплохо. Почти 10 тысяч имеет. И у него там, я так понимаю, Матта Стайл дальше будет. На подходе Фанник. Нападение на Гибкого. На Гибкий уходит. Да. Там летит Бэтрайдер. Возможно, он скоро подцепит. Но Ванскор на себя кидает просто щит. Далековато находится Никс также. Да, никого здесь не удастся подцепить. Скорее всего, команда Форза. Вышку так не сданяли на миде. В итоге вышка падает. Тир-1 на миде. Тир-2 падает на верхней линии. Тролль ее забирает. Тролль, кстати, почти дотянулся до Химика. Это реально бодро. Там Тарасочка тем временем появилась все-таки для Алхимики. Но дальше-то, я надеюсь, все-таки БКБ. Да? А вот не факт уже. Ну да, БКБ все-таки. Ну, с Тарасочкой уже как-то себя комфортнее чувствуешь. Давай сейчас просто вот Карабасы с этой Тараской разваливаются. И все. Так обычно и бывает. Вот то есть он бы уже бегал с БКБ. И у него бы уже там почти ривер был. Ну, окей. Аеги, в любом случае, есть в наличии все еще команды Форза, помним. И ждем реализации. И, видимо, потому, что они собираются сейчас вчетвером. Возможно, будет Смог, да. Они видят и Бэтрайдера. Понятное дело, что они видят Слордара с Алхимиком. Но они видят сейчас и Дарксира. Они сейчас смещаются в лес. Видимо, Смог будет, да? Да, сочетают Смог и сейчас подождут на хайграунде. Нет, Дарксир куда-то убежал. Паник чутье, получше, сработало у него. Передумали. Ну, ладно. Возможно, сами Форза сейчас пойдут. Да, Форза разбивает сами Смог и готовы нападать. Они видели, что команда разделилась. Что, как минимум, у Фаник убежал наверх. И могут сейчас Никса найти. Никс в опасности. Есть подкоп. Туда же Метеор Хаммер. Ну, конечно, слишком много урона. Здесь шансов на уживание ноль. Контроль. И избили. Какой сочный стрик с Никса. И сейчас можно, на самом деле, пропушить топ. И просто даже зайти там, стянуть где-то Химика. Будут ли это делать Форз? Нет, не будут. Да нет. Это просто подпушит линию наверху. Мы видим, что внизу пока что работает Бэтрайдер. Также заталкивает линию. Но вниз уже есть перетяжка. Вот команда Форзы. Чу уже на месте. И посмотри, как двигаются Форзы. Да, и сейчас могут выйти в спину. План перехвата. Есть еще одно ТП. Летит сюда Тролль. Непошка в опасности так-то. Да. А Борики не достают, правда, до него. Нет, успевает уйти. Все нормально. Не очень. В не очень большой опасности. Но сейчас тяжело будет с точки зрения вардинга команде HR, потому что Войт Спирит взял себе замечательный талант, которым он вот уже сбивает, собственно говоря. Ну, это не этим талантом. Тут еще и Сентри стояли. Но он уже отрабатывает потихоньку. Он будет сбивать много вардов. Даже без инвизоров, как мы видим, эта штука берется. Ахимика, видят? Алхимика, да, к Сане. Но пока что здесь размонсывал. Его так просто не подцепить. Там кто у нас? Мипошка. Мипошка тоже улетает. Половину ХП он потерял. Я так понимаю, выключил Радиенс. Алхимик как только увидел Никса. Это правильно. Нужно постоянно сейчас с этим Радиенсом аккуратно играться. Чекает варды гибкий на халяву с помощью своего этого ремнанта. Щитерского. Да. Ну что ж, отступают пока что Ашеры. Отыграли немножко денежек, кстати, Форзы. Свою пользу всего лишь 3000. Уже преимущество за команды Ашеры было гораздо больше. Маленький пикрейт. Опять же, мы вчера еще отмечали с тобой, что этот не часто берется. Это только ситуативно под каких-нибудь инвизоров. Под инвизоров хорошо заходят. Так, разбили смок. Но позиция очень хорошая у Форзов. Нужно как-то Ашерам обойти. Они сейчас могут выйти в спину. Гибкий идет вперед. Сейчас может кого-то подловить. Курье спалил местонахождение Форзов. Ну а что дальше-то? Как на гору подняться? Вижены нет. Да, на гору не самая лучшая идея идти, когда ты не видишь никого. Заняли вражескую гору. Так, ну Никс вот забирает аванпост. И прекрасно должны понимать Форзы, где находится оппонент. Да, все знают, все понимают. У Химика БКБ. Если он нажмет БКБ, получит Сурж, полетит вперед, с ним будет тяжело. Хотя, с другой стороны, Химика на данном этапе игры с его показателем брони, он, мне кажется, как боксерская игруша для тролля. Тролль его съест. Ну, слушайте, сами решают напасть Форзе прямо сейчас. Тролль побежал вперед. Его встречает Никс. Здесь дизарм сразу кидает и минус армор. Тролль половину хп потерял. Рубик что-то там своровал. Вендетту забирает себе Рубик. Есть подкоп. Отличный. Могут сейчас быстренько забрать у нас Никса. Никса начинает избивать. Врывается в драку. Также вводит спирит. Стенка хорошая стоит. Ультимейт тролль успевает прожать. Этого достаточно. Это только Аегис. Тролль вернется обратно. Пока что один в один размен. Забрали кэри у команды Ашер. Но с Алхимиком что делать непонятно. Он по Думам, но ему вообще плевать. Да, ему реально плевать. Но он успел все нажать. Рубик ворует Дум каким-то образом. Хотя Дум был скастован уже тысячу лет назад. Ничего не перекастовал Дум за это время. В итоге минус Никс, минус Слардар, минус Аегис. На Алхимика ресурса не хватило. Ну, из-за того, что Слардар начал эту драку, он все в себя впитал. Алхимика просто уже было бить некому. Ну и, конечно, Алибарда отрабатывает на тролле великолепно. Он получает Алибарду и он не знает, что делать. Жать ему ультимейт, не жать. К тому же эти баши. Ну, до Тавара Ашера не дошли. А в итоге отступают. Т-2 не удалось забрать. Ну, суперперефарма нет. Алхимик и его пик лидируют всего-навсего на 3000. Да, вроде как он жесткий, но ему нужно брони добавить какой-то, потому что тролль его съест. Ну, вот он уже планирует, да, приобрести себе Кирасу после БКБ. Там уже начинают Т-3 артефакты выпадать. Мы видим спайдер лекс. Сейчас выход. Фелископ. Очень интересный выход. Здесь вчетвером бегут. Ну, а там внизу пока что один тролль. Но тролль, видимо, почувствовал, что нужно отступить. Дум имеется у Рубика. Не будем забывать, это очень опасно для тролля. Он всегда рассчитывает на свой ультимейт и отошли в итоге. Ну, опять же, нет информации по оппоненту. Видно, что нет никого на линиях сейчас. И ставится пауза. Пока не так активен Никс, как хотелось бы. То есть не так много импакта от него. Он как-то что-то заходит. Ну, даже вот последнюю дураку взять. Кто вышел в итоге в врага? Вышел тролль, который от Слардарена получал кучу урона. А Никс где-то там только потом пришел. И Алхимик уже и БКБ нажал. И вперед полетел. Нужно играть активнее. Так, спрашивает Форзе. Гоу. Так, блингдаггер летит для Дума. Это тоже важный момент. Но Дум все еще в кулдауне. Придется какое-то время подождать. Ну и что? Не удалось никого вроде как найти Ашером. Они побегали-побегали. Хотя, вот там я вижу Никс. Да, Никс нашел прямо сейчас тролля. Тролль под дизармом, под минус армором. Будет баш сейчас. И подтягивается Фаник. Фаник сляшка, стенка по двоим. Но тролль успевает прожать ультимейт. Здесь уже гибкий. И по-моему, Никс уже не рад, что он здесь остался. Там уже ременант пошел. Есть очень много контроля. Погибает Никс. И сейчас могут забрать еще и Рубика. Рубик погибает. Попутно под контроль еще и Фаника. Фаник получает Метеорхаммер на голову. И сеточку сверху от тролля. Тоже отправляется в таверну. В сумме минус три от Форзы. Отличная драка от них просто. А как так вышло? Я не совсем понимаю. Очень долго подтягивалась команда Шерп. Алхимик побежал. Радик выключил. Там ДД. Ставим пять. Мансует, мансует. Но Никс очень быстрый. Так. Карапейс, БКБ. Но сбить есть чем. Да. Дум откатил. Дум откатил очень вовремя. В итоге Алхимик с ультимейтом под Думом пытается убежать. Да нет. Все. БКБшка заканчивается. Там Карапейс уже работает. И скорее всего Алхимик сейчас тоже в таверну отправит. Да. Шикарные размены здесь. Ну как? Даже не размены. Просто шикарные фраги сделали команда Форза. Ну что произошло? Слардар решил, что прошлая драка была очень крутой. Решил сыграть в Супермена. Но не смог от Суперменить в итоге тролля. Мне кажется не рассчитал просто то, что команда далековато была. Команда была далеко. Рубик дал свою Думу Войт Спирита, который просто без проблем отступил. Алхимика вообще не было с Рубиком. О, не с этим. С Бэтрайдером получается. Да, все верно. Слишком далеко были. Нарвались на пятерых. И конечно так вот в тролли выходить очень-очень опасно. Ну и Алхимик еще и задержаться решил. Тысяча преимуществ. А все, тут выходим вперед. Да, ломаем ТВРА. Т2 упадет. Там уже пошел дополнительный таймер на Рошана. Но я так понимаю таймер довольно приличный. Порядка двух... А, полторы минуты. Полторы минуты. Ну и коэффициенты тем временем появились от нашего партнера париматч. 2.31 HR и 1.57 на команду Форза. Париматч особо ничего не меняют, насколько я понимаю. Да и в игре у нас как-то вот ничего не изменилось по итогам. То есть она сделала какой-то виток и пришла к тому, с чего мы начинали. Где Алхимик, не сказать, что слишком сильно разогнался. Что он какой-то мистер нереальный. Так, ну что, HR планирует очередную атаку, я так понимаю, под этого Рошана. Судя по тому, как они собираются сейчас четвером на миде. Да. И возможно будет выход. Дум вкачивает первый уровень на 15. Я думаю, что это осознанное его решение. Чтобы Рубик не воровал второго. ВКБшка появилась тем временем для тролля и Сливер также для команды HR. Сливер хорошая вещь. Ну же отличная вещь. Так, Рубик что там? Забрал землю. Землю. Ну, ждем появления Рошана пока что. До этого момента, видимо, ничего не будет происходить. Кстати, я посчитал сейчас. То есть, возможно, он реально просто как-то решил вкачать все. И Дум только оставляет на последний момент. Интернал Блэйд. Да, с Тарасточкой. Все верно. Интересно. Так, ладно, Паладин Сворд для команды HR также. Последним артефактом достается из леса. Ну и начинается Великая Рошана Стояние, судя по всему. Есть смок от команды Форзы. Опять же, ждать Форзам не лучшая идея, потому что с каждой минутой Алхимик все больше и больше фармит. Он немножко читался смок, и сейчас еще Курьер летит на вардах. Это все должно быть прочитано. Да, HR просто отступает. Ну, можно позабирать аванпосты, кстати, под Рошан. Я очень хочу прям вот, знаешь, разбор айтембилда Алхимика все-таки после игры, как бы она не закончилась. Потому что все больше, я думаю, об этой Тараске, все больше у меня сомнений. То есть, с одной стороны, он не умирал, но с другой стороны, а что если бы он ее скипнул вообще? У него в момент, когда у него была Тараска БКБ, у него было бы БКБ Кираса плюс что-то еще. Алхимик сейчас найдут. Нужно быть аккуратнее, Xanix, они убегают. Но Тиммэйты рядом. Там ничего не стал делать Чу. Нет, он ушел просто. Так, аккуратно нужно быть так же. Сейчас Гибко Мох! Гибкий! Да что ж ты так? Это опять ситуация из прошлой карты. Прямо под Рошана погибает Гибкий. Сейчас HR поет на Рошана. Не дай бог, еще будет драк от Форза 4 на 5. Это совсем будет плохо. Да, вот Гибкий делает байбэк, но он пока вернется обратно. Я слышу, что Дум в это время раскастовывается. По Дарксиру. По Дарксиру, да. Никс БКБшки начинает драться. Не может ничего сделать пока что троллю. Тролля сэвит. Забирают практически БЗЗ. БЗЗ очень много стянул на себя внимание. В итоге туда побежал Ксани, туда побежал Никс. Потрачены были БКБ впустую от них и никого не забрали. Да, вот это, конечно, у нас... На этот раз байбэк имелся. Никс вынужден был забрать себе дабл дэмэдж. Никс Ассасин, я имею в виду. И, конечно, так бы тролль уже этого Рошана доедал. Ну, сейчас просто спокойно зайти на Рошана, забрать его. Алхимик просто огромная толстая булка, которая не наносит так много урона от него. Просто даже в такой ситуации от него убегают, когда у него есть Дарксир. Потому что Дарксир под Думом, не всегда есть Сурж. Ну, реально очень тяжело наносить урон, когда у тебя только Тараска БКБ. Вот он сейчас берет себе еще талант на Клифф. Ну, это такой боевой совсем Алхимик получается. Опять смог на Варде. Он уже второй раз отрабатывает. Сейчас очень важно, потому что байбэка нету от Спирита. Поставленные ремноты заходят. Заходят, кстати, очень неплохо могут зайти. Очень хорошо. Есть ответный смог. Ответный смог. И сразу же спалили. Есть фокоп! Как же он копает! Метеор Хаммер туда же нужно раскастывать. Ладно, неважно, даже без этого должны справляться. БКБ прожимает Никс, убегает из драки. Лассо пошло. Три человека попалось на Карапейс. Опять БЗЗ сагрил на себя Коров команда Ашер. Пока что только один минус сделали Форзе. Ну, и вроде бы все рассыпнули. Ван скоро шинкует Алхимик. Погоня здесь за Никсом. Но Никс далеко на водичке, его трудно будет догнать, конечно. Хотя мы видим, что Инфернал Блэйд работает. Минус арморчик. И гибкий здесь уже. Никс погибает, отправляется в таверну. БЗЗ очень битый. Ван Скор тоже прыгает сюда. Рубик погибает. БЗЗ два байбэка. Возвращается обратно также Ван Скор. Ну, и битва за Рошана продолжается. Там подкоп, стяжка, очередная пачу. По иллюзиям, по иллюзиям подкоп. В этот момент Гилгира должен добирать тролль. Да, Ремонт пошел. Гибкий даблкил. Гибкий реально круто отрабатывает. И на байбэках сейчас должны забирать. Ну, подкоп отчу был, конечно, нереальным вначале. Очень все круто началось. Донан и Крапейс там потом поймал троих героев команды HR. Тоже очень было красиво. Ну что ж, Рошана забрали. Очень опасно было мипошка. Сейчас буквально в шаге от того был, чтобы подставиться на стан. Ну, Никс начинает потихоньку. Мы ожидали этого раньше и гораздо жестче. Но все равно Никс начинает оказывать такое самое жесткое давление. Тролль. Я опять, кстати говоря, пытался разбить, что делать. О, да. Никс. Это Никс. Это Никс. Начинает работать. Поймали здесь у нас Фаника. Наказали. Дарксир в таверну. Байбэк имеется у него. Но делать, понятное дело, не хочется. Начинает падать Т3. Потихоньку пока что работает. Бэкдор. Крипы подходят. И вот Бэкдор. Не работал, не работал. В итоге он заработал так, что... Да. Так, ну что. Минус Т3. Т3 упало. Начинает падать бараки. Колба полетит сейчас от Алхимика. Но там есть БКБшечка. Если что... Ой-ой-ой. Как же хорошо под контролем Бэтрайдера. Не дают увести Тролля. Но Тролля... А, это... Это Войт Спирит был. Войт Спирита сгидают. Но Тролль начинает шинковать. Очень больно. Погибает Тарксир после байбэка. Инфернал Блэйд залетает очередной. Но сейчас, по-моему, погибнут все игроки команды Форзы. Слишком уж они здесь задержались. Да, выбили Аегис. И Тролль отправляется скорее всего. И БКБшечка? Наверное, прямо сейчас. Да нет, он БКБ тоже не спасет. Слишком много урона. И ставится пауза. Очень интересно. Ну, такая легитимная пауза после того, как драка... Драка... Пф, да. Биться приехала. Ну, возможно. Бывает. Ладно, что. Так, ну что. Начало было немножко непонятное драки. Ну, то есть, такое ощущение, что... Ждали до конца, что сейчас будет врыв от Бэтрайдера. И вроде бы подконтролили неплохо Иоу. Но, в любом случае, самое главное, что подцепили Войт Спирит. И Войт Спирит вообще ничего не успел нажать в этой драке в самом начале. И успели его забрать. Ну, опять вот эта ситуация, когда мы с Аегисом идем. И, в принципе, понятно, почему заходит Тролль. Но непонятно, почему заходит Войт Спирит и его ловят. Все-таки видно, что начинает гибко и круто. Он все здорово делает. Но чем дальше, тем сложнее ему дается эта игра. И все больше ошибок появляется. Более того, все-таки у Ашеров появляются блокинг-бары. И им уже не страшен Никс в такой ситуации. Вот не будь у них БКБ, там Никс бы просто останавливал всех. Там уже описывал, Блэйд готов для Алхимика. Да, Алхимик нафармил свое. Все-таки он нафармил. И просто бешеная скорость. У него еще топ-клип. Не забываем взять в талантах. Поэтому урона очень много. Буквально с двух ударов разлетается пачка крипов. И начинает падать Т3 в ответочку. И заберут. Заберут Т3, потому что таймеры очень долгие. Еще 30 секунд не будет у нас, получается, Дума. 30 секунд также ждать еще и Войт Спирита. На всякий случай отключил Рейдинг, чтобы никаких случайных данных не было. О, как хорошо. Минус центральная линия точно у команды Порзо. Втором не пойдем. Да нет, рановато. Да, можно отступать обратно на базу, продолжать фармить. Опять же, учитывая, что у тебя в команде Алхимик, опций для развития очень много. Аганимы тиммейтом, себе артефакты и так далее. Торопиться ни в коем случае не стоит. Пока что себе еще дособирает. Дособрал Эбисал. Заганимов для тиммейтов. Что здесь? Слардар, Бэтрайдер, Рубик. Все хорошо. Так, баунтируны пока что не контролят Ашер. Но вот сейчас должны снизу две забрать, по идее. Это тоже плюс денежки для них. Важный момент. Так, ну и Форзы вышли также с базы. Химин просто отрывается сейчас от всех по Нетворсу. Очень серьезно. Вот за счет этого отрезка он зафармил кучу всего. И все, он дофармил свои 6 слотов. Он выходит в первый Аганим. Кому он даст этот Аганим сказать довольно сложно. Но я ставлю на Никса, если у него еще нет. Ну, учитывая, что Никс идет вперед, да. Ему лишним явно не будет. А вот и Нетворс. Да, так, что у нас там? Рубик пока что раскастовывает топорики ворованные. Я уже думал, что какого-то тролля, возможно, нашли. Но у нас разделились пока что две команды по краям карты. Наверху находятся форзы, внизу находятся ашеры. Сливер отдали Слардару. Если ему дать Аганим, и у него еще будет Сливер, то эта селедка будет супер крутая. И, кстати, Слардар взял себе довольно сильные тактические артефакты таланта. Он взял себе талант на обзор ночью, плюс взял себе Муншард, который дает обзор ночью. В итоге Слардар сейчас ночью имеет огромное... Посмотри, даже вот видно по миникарте, как вот... Как Найсталкер прям, слушай, бежит. Да, у него просто колоссальный вижн. Посмотрите, он видит больше, чем днем, наверное. Первый раз Дезолятор на Войтспириде, но на самом деле... Вообще, он мог быть не первый, потому что мы помним, Нунчик там играл, собирал себе БФ, и там у него Кристалис и Дезолятор, скорее всего, какой-то был бы дальше. Ну, да. Периодически появляется. В первом, а вот и оказался первым. Ксане, Ладен Сворд, Радианс в режиме оффлайн. В режиме ожидания. Ну и подтягиваются на базу Форзе. Не стали ломиться Ашеры пока. Гигантский, 31 тысяча на 19. Нам Нетверс убрали на какое-то время. Такого Химика уже особо не доесть. Ну, это нужно как-то команду успевать убивать, чтобы Алхимик был один. Тролль у него, чтобы въедался, вгрызался. Самое неприятное, что если до этого Алхимик был просто в туши, там, Старасский БКБ, и, ну, бил неплохо, но, опять же, не имел какого-то контроля, то теперь у него появляется Эбис, он просто будет прыгать, давать Эбис, долбанку и за это время съедать Дума, Никса. Так, ну что? Первый Аганим для Алхимика кому отдаст? Селёдка уже там. Селёдочка. Уже, да, получается. С Титан Сливером это невероятно сильная штука. Ну и всё, в атаку. И, кстати, отличный момент для атаки, потому что прямо на них сейчас идут игроки команды Форзы. Опять могут гибко его поцепить, но он успевает уйти. Хорошо. Да, на этот раз он сыграл здорово. Но Тролль теперь в опасности с другой стороны. Но Тролль, правда, не та цель, которую хочется ловить вот первым. Да, Тролль жарноват. Так, Никс здесь пока что могут с фланга очень хорошо зайти. Мипошка в позиции, готов прыгать, если что. Варды стоят и очень здорово прячутся. Хотя, опять же, сейчас ночь. И Слардару неплохо было бы идти одним из первых для того, чтобы подсвечивать всё своим тиммейтам. Ага, они видели этот Вард. Сбивают Вард. Ну, в итоге решили не лезть в атаку. Всё-таки тоже позиция очень-очень важна. Ну, если нажимают все вовремя свои БКБшки Ашер, я тут, честно говоря, шансов особо... Ну, а очередная атака Ашер в Смоке. И Тролль опять в опасности, видит его прямо сейчас. Ну, команда за спиной, можно чуть дальше пройти. Всё ещё ночь на дворе, Вижн есть дополнительный, но всё-таки на Тролля, да, решили нападать. Судя по всему, но Тролль готов принимать атаку. Вытолкнули Равну Ванскора с хайграунда. Ну да, на Тролля не хотят, его подсейвят, он нажмёт ультимейт, и с пылу в молоко ещё, может быть, кого-нибудь заедут. В идеале бы Гибкого, конечно, поймать первым как-то. Гибкий лучшая цель. Ну, либо Дум. Ну да, что-то такое. Но нет, не удалось в итоге второй Смок реализовать, я так понимаю, и Ашер отступают ни с чем. Ну, а у Форзов, на самом деле, цель-то одна, цель Алхимик, потому что если Алхимику не давать бить, если его продержать каким-то образом в контроле, то Тролль его съесть может очень быстро. И опять же, Гибкий купил себе Дезолятор, не будем забывать, это дополнительный дебаф. Так, очередной выход, всё ещё есть вард. Опять идёт вперёд Тролль, вся команда рядом, батит на этого Тролля, чтобы напали. Слышу Сурж, полетел Мипошка. Мипошка может под Суржом очень неплохо, на самом деле, вытащить кого-то. Так, есть Лимер. В центре. Ой-ой-ой, Мипошку поцепили, как неаккуратно. БКБ заставили прожать, хорошо, но он не мог этот момент прочитать, что летел слепую. Да, на самом деле, сейчас могли кинуться на Мипошку, этого явно Ашер не ожидали, просто бы съели его моментально. И теперь сами выходят в смоках. Да, видит лужи, разлитые с лордаром. И опять находят Мипошку, но Мипошка на реакции успевает уйти на блинке. За ним погоня от Гибкого. Мипошка под Глимером, под Копом. Всем промахивается просто Форза. Да что ж ты будешь делать? А здесь у нас Рубик. Рубик копает двоих, но погибает сам. Рубик сделал большое дело, у Мипошки Гем. Рубик отдается за него. Но на самом деле, конечно, Форзы, уж Войт Спирит и Ник смогли бы зацепить этого Бэтрайдера. Как-то перенервничали. Да, у нас тем временем уже четвертые артефакты появляются. Очень опасная перетяжка. Очень опасная перетяжка от Форзов. Могли сейчас забыть про вражеский аванхост игроки команды Ашер. И кого-то могут поймать. Паника, например. Паника пока что не... Не отправляйся. Ну вот он выбегает. Ошибка может быть от Фаника. Нужно мансовать на Спайдер Лексах домой. Все, ТП. Скорее всего не найдут. Как же Фанику повезло, что буквально за долю секунды до этого Гибкий потратил свой Ремнут и не смог зацепить. Все еще пытаются найти здесь Фаника, но Фаник в другую сторону, конечно, убежал. Смотри, какая ситуация. У нас, несмотря на такое преимущество и сверхсильного Алхимика, очень сильно боятся Ашера куда-то идти. Очень сильно. Т4 артефакты продолжают появляться. Здесь равная ситуация Таймлос Релик для обеих команд. Ну и ждем появления третьего, да, уже Рошана. Это получается... Или тоже второй, или третий. По-моему, третий. Селезки дают Релик. Мне кажется, и Думу надо с другой стороны отдать Релик. Очень сильный артефакт. На нем... Это... Не помню. Да, мифушка. Ой, поймали тролля. Но сразу же, скорее всего, тролля заберут. Нет, тролля живет. Отлично прожимает БКБ. Еще Дум вкастовали Фаника. Фаника очень быстро стирают. Стенка стоит, правда. Никс прожил БКБ. Тролль все еще бежит. Пока что. И Никс убегает. Ворованный Дум на Вод Спирит. Он нужно сейчас отступить, потому что Дарксир байбэкнул. Тролля надо спасать. Тролль пока что живет. Сюда приходит БЗЗ. Прягается за тиммейта. В это время Ксани забирает Чу. Ну и, похоже, БЗЗ отсюда тоже никуда не денется. Его тоже подцепили. Здесь не отпускают. НТП на базу делают остальные игроки команды Форза. Ну, один в два размен. Плюс байбэк Дарксира. Вод Спирит под очень длительным Думом за счет того, что... Это Рубик. Ну, опять Дум. Вот который раз мы уже видим. Да, понятно, что там у Думы такая анимация. Рубик только и ждет. Но это уже который Дум за игру? Это третий, четвертый Дум за игру? Это, конечно, не дело. Это слишком большое преимущество дает. Не получив Вод Спирит сейчас этот ультимейт. Могли бы неплохо подраться. В итоге 4 в 5 ситуация. Байбэк. Понимаю, что скоро Рошан. Ну и готовы подраться за этого Рошана Ашера. Они все еще на хайграунде. Опять опасная ситуация для Тролля. Его могут подцепить. Тролль. Вакуум. Отличный. Туда же бочка залетает. И может сейчас Алхимик раскастоваться. Да, скорее всего, игроки команды Форза будут погибать. Тролль. Буквально еще один удар погибает. И все. В рассыпную нужно делать байбэки. Гибкий. Остается один. Я слышу краш где-то от Слардара. Но это не важно. Потому что гибкий гораздо важнее. Если сейчас его заберут, это будет вообще фиаско. И его могут забрать. За ним продолжается погоня. Сразу два блинка делают. Гибкий. Гибкий в таверну. Да, гибкий погибает. У него есть байбэк. Можно опять 4 в 4 ситуацию сделать. Но какой-то сверх странный выход. Просто спустились на лоу-граунд. И несмотря на то, что там Алхимик еще попал под стан и сразу выкинул банку. Все равно ситуация была критическая. У тролля не было еще ультимейта. Он только сейчас откатил. У гибкого есть байбэк. Поймали Чу. Но Чу забирает очень легко. У Чу байбэка нет. Двух героев не будет. Как минимум. Вакуум. Подвоем. Снялка туда же. Алхимик. С колбы уже заходит. Начинает шинковать. Хватит ли урона, чтобы забрать тролля? Нет, не хватает. Тролль на развороте съедает Слардара. Неплохо. На Алхимику начинает настреливать. Алхимик убегает из драки. Проблема у Рубика. Рубик пока что какое-то время поживет. Но недолго его сейчас тоже заберут. Есть байбэк от Слардара. Вернется обратно. Мощно тролль прорубил. Там чуть-то Алхимика не зарубил в какой-то момент. Все-таки это тролль. Ну и правильно делают Ашер. Им не нужно сейчас оставаться на базе соперника. Не нужно ничего сносить. Им нужно главное забрать Рошана. Они all-in в такой ощущении, что идут. Сейчас вот последний байбэк делает Рубик. Забрать быстренько Рошана с рефрешером, кстати, и отправиться на ХГ чужой. Какая цель номер один сейчас для команды Корс? Наверное, все-таки это Дарксир. Учитывая, что ему не отдадут, как мне кажется, Аегис. Да, у него нет байбэка. И он реально очень много проблем создает для команды оппонента. Дарксир — это цель номер один. Он также в него ворваться, также его выключить, как в предыдущей драке. И могут быть какие-то шансы. С другой стороны, права на ошибку у них нет. У них нет ни одного байбэка. Только уникса может появиться в ближайшие дни. Да, нужно как-то защищаться. Там пытаются как-то пока гибко фармить потихонечку в чужих лесах. Плюс сплитпушат правую линию. Крайнюю. Правую крайнюю? Правую крайнюю. Я пытался придумать какое-нибудь определение этой линии. В общем, просто... Правую полусреднюю. Полусреднюю. Так, ну, тут на подходе сатаник, да, для тролля. Но чуть-чуть совсем осталось до этого артефакта. Но байбэк, конечно, оставлять не стоит. Нужно идти all-in. Постоянно спамят иллюзию. Нужно, нужно, да, сатаник. Потому что ему постоянно там вешают и алибарду. И у Слардара, можно сказать, грейженые баши и грейженые станы за счет вот этого таймлесс-релика. Это крайне неприятно. Понимаешь, что это иллюзия. Мипошка там неплохо стоит в позиции. Готов кого-то подловить. Если кто-то спустит, то сейчас база. Но никто не идет. Сатаник прилетел для тролля. Троллю нужно создать ситуацию. И, конечно, нужно вырубить Дарксира. Потому что слишком много неприятностей от этого героя. И, опять же, больше вырубать особо некого. Алхимик слишком жирный. Как мне кажется, у Слардара есть Аегис. Его бесполезно. Как много сейчас денег Алхимик получает. Да, 4 баунти-рунки. Это вам не шутки на 45-й минуте. Денег очень много. Рапфирос убирает гибкие дела. Ну, я и у тролля видел фастбай. На самом деле, сейчас нет одного героя. Можно было бы здесь попробовать что-то придумать. Но тяжеловато. Тяжеловато нападать на Слардара. Морально. Так, ну и Т2. Т2 хотят забрать Ашеры наверху. Да, это последняя Т2. Одна баунти-рунка осталась. Бэтрайдер перетянулся. Потом ее заберут. В принципе, сейчас не критично. Хотят продолжить давление. Мипошка полетел вперед. Опять в Глимере. Аккуратненько идет. Готов врываться. Ломает Вижен. Ну и на хай-граунде будет защищаться сейчас. Ну, это самое очевидное, наверное, решение для команды Форза. Нет смысла драться в голом поле. Лучше с ХГ. Так, ну что, на хай-граунд. Пошел к Сане. Прожал ультимативную. Бьется там пока с иллюзией. Решил не игнорировать эту иллюзию. Просто ломает пока что трип. Забегает Никс. Мипошки не дают залететь. Иллюзия тролля не самая опасная вещь. Да, подкопали, кстати, к Сане. Метеор Хаммер. Туда же Никс. БКБ прожал. Поставляется Чу. Чу увозит. В таверну отправляет. Байбека нет. Проблемки могут быть сейчас у тролля. Но тролль готов драться. Т3 все еще стоит. Никс заканчивается БКБ. И он убегает из драки. Запрыгивает Дум. И получает Абисал сразу же в лицо. Дума. Дума заберут скорее всего. Дум погибает. Байбека у него тоже нет. Дума успел раскастовать. Но будет ли от этого толк? Сане очень бит. И возвращают его обратно. Ксане погибает. Он сам, по-моему, вернулся от Абисал Блэйда. Да, на Абисалле оборвался. Байбекается тут же. Забрали Никса. У него есть байбек. Дум также убили. Но он дал Дум на Дарксира. Правда, у Дарксира сейчас заканчивается. Этот Дум он вернется в драку. Сыр проюзал Алхимик. Проюзал также Шарт. Айгис был выбит. То есть больше пауэрапов не осталось. Нужно как-то вчетвером защищаться. Да, потому что Дума еще очень долго не будет. Побежал вперед. Вакуум шикарный. Под стенку по троим. И туда же запрыгивает уже Никс. Не успевает, правда, особо много урона нести. Только сейчас. Потому что были карапейсы. Но остается только один Тролль. Не заканчивается, но игра тоже. 2-0. Да, Ашеры оказались сильнее, лучше. Но тут, конечно, да, что-то странное происходило. У нас много раз за игру. И в таких играх, где постоянно то одна команда получает много свободы, то другая, конечно, Алхимику проще. Потому что ему достаточно одного вот этого отрезка, когда он получает карт-бланш. И он за этот отрезок набирает так много, что его просто не остановить. И в итоге, несмотря на все, на все выше сказано, аналитик у нас оказалась неправа. Но как бы драфт драфтом, но всегда реализация такая. Ключевой момент присутствует. В общем, 2-0. Очень интересно будет послушать про некоторые моменты, которые расскажет студия аналитики. Да, студия аналитики, в свою очередь, всегда готова ответить за неправоту. Ну, или не признать ее. Это вообще-то рабочий метод, который коллеги мои активно используют достаточно. Не знаю, та ли это ситуация. Ну, в общем-то, они сами вам все сейчас расскажут, друзья. А Hellraiser зарабатывают 3 очка, которые в рамках, неважно какого сезона по рематч-лиге, это в целом очень много. Мы интереса ради, по-моему, на одном из прей-шоу смотрели, сколько надо было набрать ПТСов, для того, чтобы выйти в плей-офф по первому сезону. И там что-то в районе 9-12. То есть, по сути, сейчас четверть от этой дистанции, которую надо было Ашер пройти, они прошли всего лишь за одну Best of 3 встречу, которая закончилась в их пользу. По порядку давайте пойдем. Я не помню, какой порядок. Порядок, по-моему, первый момент был, Ярослав, у тебя. Не знаю. Одна из первых драк, по-моему, в этой встрече. Возможно, так и было. Давай, хорошо. В общем, по игре. Этот момент у нас на экранах через какое-то время появится, и мы более конкретно... А что в общем-то? Команды, конечно, ну, выдают игру с большим количеством ошибок. Мне тут проще всего согласиться с тем, что сказал Мелл Шторм в конце, Вова. Это что, когда команды, ну, что называется, делают такие закидончики то в одну, то в другую сторону, не очень качественно там дерутся, да. Иногда, ну, иногда овер-агрессия, иногда наоборот, и так далее, и так далее. А алхимиков в таких играх всегда будет довольно просто, потому что ему достаточно, чтобы твой противник где-то разочек нафидел и дал тебе пространство. Вот это как раз примерно одна из таких ситуаций. Ну, это какая-то суперзабавная драка, где все просто бегали, и никто не дрался, и эта драка была выбрана для того, чтобы продемонстрировать, но не уверен, будет ли показан здесь файт-рекап, что, например, Войт Спирит за всю вот эту вот супердолгую беготню и так далее нанес что-то порядка 400 урона. И Курьеру, мне кажется. Он Курьера там заснайпил, и все, по сути. Ну, замечательно. То есть хотелось бы видеть больший бак. То есть иногда осталось ощущение, вот как к этому пришло? Я у себя там на стримах это вот иногда долго разбираю, у нас просто на это времени нет, я там 5 минут могу этот момент рассматривать. Как к этому приходит? То есть как-то вот там фарзы, скажем, точнее, ашеры типа пошли на фарзов. А фарзы, вместо того, чтобы в момент, где они не могут драться, почему-то отвечают на эту драку своей тоже какой-то, ну, контрагрессией. Но что мы видим внутри драки? Они не дерутся, ни один игрок, он не понимает, они все просто начинают бегать. А нахрена вы вообще начинали эту драку тогда? Тогда не начинайте, отдайте противнику эту вышку, или зачем он там пришел, да? Займитесь чем-то другим, выйдите на пик своей силы, и тогда сами подеритесь. Но они сами не знают, где пик их силы. Они сами не в курсе. А, что там, красные точки по миду, мы тогда тоже туда. Ну, то есть, это я так утрирую, но факт остается фактом. Когда ты видишь драку, где просто одна из команд, она просто бегает туда-сюда, и никто не дерется, ты понимаешь, что они не могут. Они игроки-то хорошие, они понимают, что если они могут убить, они будут нападать, убивать. Но они не могут, поэтому они этого не делают. А зачем они вообще пришли драться? Вот такого глубокого понимания у них, к сожалению, нет. И такое в этих играх, ну, сплошь и рядом происходит, когда команды принимают драки, которые им вообще не нужны, либо навязывают драки, которые им вообще не нужны. Ну, не хватает вот этого глубокого, такого макро понимания, происходящего на карте. Дим, продолжишь логическую цепочку? Второй момент как раз. Да, конечно. В общем, дальше игра начала складываться таким образом, что, казалось бы, что-то все бегают, все формят, но пошли какие-то супер детские ошибки. То есть в один момент игра превратилась в подарки что с одной, что с другой стороны. Вот там вот будет момент с алхимиком забавный, где, казалось бы, все хорошо, все замечательно. Они выигрывают за место, они доминируют, они прекрасно себя чувствуют. В итоге алхимик такой один стоит. Да, это добавлено. Просто вот как бы там четыре героя живы, Никс там, Дум с Думом. То есть его очень легко убить. И вот они вот просто, несмотря на то, что они хорошо подрались до этого, где противник просто ничего не делал, они просто убегали, теперь алхимик просто подошел, завернулся в подарочную упаковку, завязал бантик и преподнес себя противнику. Вот игра начала превращаться в это. То есть мы на это смотрим, понимаем, что тут уже в принципе неважно какой пик, тут вопрос, кто закинет. И там будет один с ног сшибательный момент, где я уже думал, ну все, Рейдинг выиграли, слава богу, мы оказались правы. Нет. Рейдинг-то даже вот в третьем моменте они умудрились закинуть всей командой. Такого я, кстати, давно не видел, это прям блокбастер. Да, это третий момент, мы прямо сейчас посмотрим. Вы знаете, есть блокбастер, когда Магнус дает в пятерых РП, они стоят в стороне, но они потом выбегают. А из блокбастер нового уровня, это когда Дарксир ставит стенку и все в этой стенке дерутся вообще, абсолютно все. Да, это довольно забавно. Так вот, тут, вот я не знаю, почему вот они, почему-то они просто вот дерутся в стенки, никакие мысли убежать, отступить, ничего. Почему они просто вот все стоят вот так вот лоб в лоб и дерутся друг с другом вот так вот. То есть я на это дело смотрел и я не понимал. То есть очевидно, что... Нет, ну выбежать очень тяжело, Димон, и смотрел тут на пацанов, которые их просто месят и вот на этот домен смотреть без слез нельзя было, потому что... Да, драка очень плохая, но они как-то... Как-то вообще не поняли, что их могут сейчас поубивать. Достаточно оказалось выкупа одного Дарксира, который дал хорошую стенку. И стяжку просто... Выбежать уже тяжко. Да, драться в стене тоже тяжко, но и бежать куда-то тяжело, потому что, ну как-то ты вообще себе представляешь, там тебя заливает Бэтрайдер, не дает тебе убежать, там Руби кого-то поднимает, откидывает, да, и Слардар гонит, башит. То есть, скорее всего, пока ты будешь выбегать, уже все умрут. Но не надо подставляться под такое. У них же была Егис. Ну, как только байбекается Дарксир... Отойти. Там кого-то поймали, я что-то не заметил. Абаддона, возможно, потому что дальше Абаддон бы, наверное, снял щиток. Щитком, точнее, это лассо. Короче, кого-то поймали, и... Да просто продать его можно, на самом деле, и всем остальным отойти. Дарксир дал байбек, просто регрупп сделать. Но они не отошли, они... О, типа нашего тянут, давай, пацаны, подлетай, подрубаемся. Все бьем этого Бэтрайдера. Ой, Дарксир пятерых стянул. Невероятно. И в итоге, когда они стоят толпой, там Слардарчик по пятерым стан закидывает, потом Алхимик бочку в толпу закидывает, потом Рубик там еще телекинезом застанет. То есть ты на это дело смотришь, и понимаешь, что если они просто будут стоять в куче, как это было вот в этом замесе, там умер, по-моему, только один Дарксир, то это просто без шансов. То есть очевидно, что в их случае нужно как-то стараться растягивать драку, чтобы они все не умерли в этом АОЕ. 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 Неплохо. Что? Да ничего. Просто есть два АОЕ разных. Они пишутся по-разному и звучат по-разному. Ну, я не в курсе. Но если сейчас вас было послушать, то и не разберешь, какое именно было. Ну вот. А такой и был план, если что. Ну, все правильно. Конечно. Вот так что молодцы, Холлорайзер. С Форзом желаю я, конечно, еще потренироваться. Но что уж там греха таить, честно сказать, некоторым игрокам я там не желаю. Тренироваться давно. Обойдемся без имен, Юрий Аслав? Или может бочку покатим? Ну-то можно и без имен. Да? Ну ладно. Хорошо. У меня был уже спич про игроков, которые 10 лет играют и ничего никогда не выигрывали. Вот. Я уже давно сказал, что им, ну, возможно, стоит прекратить уже просто стараться. Но, с другой стороны, дело каждого, поэтому. Но я просто ничего не жду от этих игроков. А в Форзе они присутствуют. Да. Вот. Оно и понятно. Дмитрий Лайтофен, Куприянов, Ярослав Инесс Кузнецов, друзья, для вас разбирали эту Best of 3 встречу. Перед тем, как мы передадим слово на постшоу, хотел напомнить, что наш партнер PreMatch дарит 100% бонус к первому депозиту на турнире PreMatch League Season 2. Все подробности вы можете найти в описании нашей трансляции, кликнув на соответствующий баннер. Для вас продолжает работать студия RUHUB. Меня зовут Дима Notenmaihaus. Слово нашим коллегам, которые проведут для вас прекрасное постшоу.